На сегодняшний день вопрос водоснабжения в Бердянске стоит особо остро. Питьевой воды нет. Зарплату работникам водоканала не платят уже два месяца, а энергетики за долги грозятся отключить насосное оборудование. Руководство горводоканала во всем обвиняет своего консессионера, фирму «Чистая вода». Еще в феврале с ним был заключен партнерский договор. «Чистая вода» обещала не поднимать тарифы и вкладывать деньги в модернизацию оборудования водоканала. Однако последние месяцы деньги от них в облводоканал не поступали. В результате в Бердянске отключили питьевую воду. За то время, пока не производилась оплата по графику, у нас образовались в облводоканале обязательства перед людьми за два месяца, марта-апрель, заработная плата. Это 2,2 миллиона гривен. Обязательства перед энергетиками 2 миллиона. Претензии есть. Мы намерены в досудебном порядке расторгать этот договор. Я думаю, областные власти как в уровне облсовета, так и обл администрации нас поддержат. В свою очередь Александр Нефедов заявил, что облсовет против подобных проектов. По его словам, сегодня необходимо возвращаться к прежним методам работы. И поставил задание выплатить заработную плату рабочим водоканалам и возобновить подачу питьевой воды. Я думаю, что совместные усилия с городским советом мы это дело выполним. После совещания Александр Нефедов посетил Бердянский областной детский противотуберкулезный санаторий. Врачи говорят об уникальности этого лечебного учреждения. Здесь чистый морской воздух и лиман с лечебными грязями. Однако уже больше двух с половиной лет здесь не принимают пациентов. Причина – размыта береговая линия. Штормовые погоды, море соединяется с лиманом. Полностью все подъездные пути размыты к санаторию. Необходимо берегоукрепление, а сам санаторий нуждается в капитальном ремонте, говорит главврач. Однако у областных властей уже есть другое предложение. Сейчас ведутся переговоры с российскими инвесторами, которые готовы войти, либо реконструировать этот санаторий, либо построить новый. На сегодня россияне уже в Запорожье. В ходе рабочей поездки Александр Нефедов побывал на средней косе. Сюда, на берегоукрепляющие мероприятия, облсовет выделял средства. В результате на сегодняшний день размыв берега остановлен.